Природный учебник для школьников, помогающий изучать редкие виды флоры и фауны. Дубки раскинулись на территории в 125,7 гектар между поселками Коростово и Заокское. Это остаток леса, который окружал всю пойму реки Аки с древних времен. Местным дубам около 400 лет. У нас здесь есть экологические тропы, когда со школьниками проходят предмет окружающий мир в начальной школе. Затем на уроках природоведения, биологии, экологии в средних и старших классах. Цветы, соцветия, растения, разнообразный природный мир. Даже занесенный в Красную книгу жук-восковик отшельник обитает только в наших дубках. Теперь дубки являются памятником природы. Решением губернатора местность получила статус особо охраняемой территории регионального значения. На проведение экологического обследования из областного бюджета потратили 600 тысяч рублей. Новый статус не только поставит спасение Дубравы в приоритет в случае экологических проблем или пожаров, но и защитит ее от комплексной застройки. Вот как раз на этой площади мы пытались посадить. И высадили много достаточно, но их принялись прям единицы. Ака близко, разлив, вот как они тут вот сохранились. Или разлива большого не было. Хотя вот наоборот, говорят старейшины, что раньше еще больше была вода. Вот эти дубы принялись. Ну и говорю, косят. Нам мешает вот это вот. Интересно, что инициаторами проекта стали ученицы заокской школы. Оказалось, что главная проблема дубовой рощи – это мусор. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей из Рязани и Москвы. Однако немногочисленные контейнеры быстро заполняются, а с их вывозом возникают проблемы. Поэтому пакеты кидают прямо на землю. Развешивали баннеры тут. Ну то есть не мусорить с просьбами, не сжечь что-то, не срубать деревья. Но мы поняли, что этого будет мало. И поэтому стали обращаться уже за помощью к нашему директору. А он уже пошел дальше. Следить за территорией должно было Солочинское лесное хозяйство, которому и так не хватает людей. Школьники администрации района надеются, что с присвоением нового статуса этот вопрос решат радикально. А также сформулируют четкие механизмы финансирования и охраны территории. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».